Ян, в прошлом году выиграли в Берлине ваш первый гран-при с одним предметом. Какие эмоции вас туда переполняли в Берлине? Конечно, я была очень рада. Я этого не ожидала. Зрители были просто супер. Я очень была рада, что выиграла первый раз в Берлине. Еще было одно-второе место. Думаете, что этот успех можно повторить? Ну, во-первых, в том году соревнования в Берлине проходили уже в конце года. И по мне очень много гимнасток было в этом году. Это более в начале. И очень много сильных гимнасток мира просто приедут. И чемпионаты Европы, призеры. И поэтому, я думаю, если реально думать, то я думаю, что такого не повторится. Но это было, конечно, очень здорово. У вас, я так понимаю, был непростой сезон, который сейчас заканчивается. Была смена тренера. Что пришлось изменить? Пришлось изменить тренера, обстановку тренировок. Совсем все другое. Потому что другим человеком сейчас работаю. И как бы очень многое поменялось. Надо было к этому применять. Но какие вот элементы поменялись? Нет, не элементы. Просто даже структура тренировки. И что мы сейчас сделаем. Как бы совсем все другое. Есть какие-то позитивные вещи, которые говорят, что у вас еще улучшились по каким-то компонентам? Ну, я как бы еще так не думала, есть позитивные или нет. В этом даже времени не было. Потому что этот год начался очень тяжелый. Как бы без тренера. Несколько месяцев без тренера, потом тренера и Европы. И уже была подготовка к миру. И поэтому как особого времени об этом подумать не было. Сейчас, наверное, рада, что будет такая короткая пауза. Где немножко передохнуть, перед сидеть. Да. А чем планируете заняться, когда будет пауза? Что еще раз? Хотели отдохнуть просто или что планируете? Нет, отдохнуть. Ездить в отпуск. На море. Как бы не думать о гимнастике пару недель. Все равно растягиваться чуть-чуть, подкачиваться. Но особо больше отдыхать. Вы еще пошли в армию. Можете об этом рассказать? Насколько для вас это было необычно? Ну, как бы совсем другой мир. В Германии, если идешь в армию, как спортсмен. Тебе потом очень помогают. И там были одни спортсмены. Поэтому у нас был общий язык. Все друг друга понимали. И совсем другой мир, по сравнению с гимнастикой и армией. Конечно, представить может быть и тяжело. Но мне понравилось. И весело, и трудно. И все было. Вы уже довольно опытная гимнастка. Можно сказать, что вы уже 5 раз в Берлине будете выступать. Какие вы сейчас цели остались? Цели? Ну, поехать на Олимпиаду, например. Какие еще цели? Ну, да. Как бы сейчас в Берлине хорошо выступить. Потом у нас отпуск две недели. А потом приготовлю к чемпионату мира. И, конечно, все силы выложить на этот чемпионат. Все показать, всем доказать и квалифицироваться сразу. Многие читатели интересуют такие вопросы, например, выбор костюмов и музыки. Вы сами в этом принимаете участие? Ну, как бы я и тренер, и люди, которые мне помогают в этом спорте. Все по чуть-чуть. Но костюмы сами не шьете? Нет, сама не шью на это время. Но какие-то вещи меняете в соревнованиях на костюмах? Приходится что-то менять? Ну, приходят эскизы, что нравится или что, если хочешь добавить, то добавляем. Но в костюм вы избираете, чтобы они к музыке подходили тоже? К музыке, к образу, к предметам. В соревнованиях часто выступают такие шоу-программы, да? Для вас это как-то более раскрепощенным проходит? Да, более, да. Потому что это для публики. Уже судьи просто смотрят, не судят. Более раскрепощенным. Вы уже в художественной гимнастике несколько лет. Как вы считаете, как развивается этот вид спорта? В Германии, я бы сказала, очень даже неплохо. Потому что в некоторых городах очень даже продвигается этот спорт. Например, в Берлине. Поэтому, я думаю, дальнейшее будущее гимнастике в Германии будет хорошим. В сентябре нас ожидает чемпионат мира в Штюгерте. Да. А для вас тоже такое неповторимое событие? Да. Можно бы сказать, потому что чемпионат мира в Германии не так в последний раз был или не был его вообще. И тем более, при шок-пионатах были признаны игры. Поэтому это будет очень... Соревнование. Но у тебя будет больше давления или больше мотивации? И то, и другое. Половину на половину. А вот ваши, наверное, родственники придут, да, поболеть за вас? Да, конечно. Родственники, друзья, семья. И я думаю, что ваша цель будет войти в топ-15, в топ-10? Да, конечно. Спасибо большое.